4 ноября в День Народного Единства в Театре Юного Зрителя состоится премьера спектакля «Путей Господни» впервые для детской зрительской аудитории. Рассказывает Иван Подоницын. Через Сибирь и Дальний Восток, Калифорнию, Гавайи и Аляску шествует экспедиция «Путь святителя Иннокентия». Духовно-просветительский проект охватывает места миссионерской деятельности святого. В 1853 году просветитель народов Российской империи и Америки перевез свою архиерейскую епархию сюда, в город Якутск, и переехал в Спасский монастырь. Являясь настоятелем мужского монастыря, первый православный епископ Якутии управлял огромной епархией, включающей весь Дальний Восток и Аляску. Эхо его трудов до сих пор остается в нашем народе, то есть были переведены божественная литургия, самое главное богослужение с церковнославянского на якутский язык и священное писание. Жизнь и деятельность святого Иннокентия была положена в основу ряда фильмов и книг, а сейчас познакомиться с биографией апостола сможет младшее поколение горожан. Для этого творческий коллектив Театра юного зрителя адаптировал пьесу «Пути Господни» для детской аудитории. Выстроила я спектакль для детей, как исторический познавательный спектакль про малых народностей нашего Севера. Пьеса «Пути Господни» была написана в 2013 году собственноручно заместителем министра культуры Владиславом Левочкиным, но именно в этом году она была театрализирована в преддверии 220-летия со дня рождения просветителя и 40-летия его канонизации. Действительно очень сложно представить, какие испытания проходили православные миссионеры, которые приезжали к нам в Якутию. Это детский спектакль, и он рассказывает о жизни, деятельности вот такого удивительного человека, открывает его как личность. Создание спектакля «Пути Господни» является частью общественно-исторического проекта «Путь святителя Иннокентия». Премьерные показы спектакля состоятся 4, 11 и 12 ноября в Театре юного зрителя. Иван Подоницин, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.